Кстати, она была представлена к Ордену Ленина, но получила Орден Красной Звезды. Это важно? Представила, то есть в наградном листе она представлена к Ордену Ленина, но я посчитала потом, что ей просто приучили Орден Красной Звезды. Орден Ленина выше. Автором-составителем книги «Всё о Гуле Королёвой» стала Елена Ракитина. Это современная русская писательница. Она пишет о детях и для детей. Она лауреат Международной премии имени Владислава Крапивина. Поэтому, наверное, не случайно её обращение к имени Гули Королёвой. Читатели постарше прекрасно помнят книгу Елены Ильиной «Четвёртая высота», впервые вышедшую в 1946 году и с тех пор неоднократно переиздававшуюся. Может быть, потому что автор была знакома с Гулей. Книга получилась такой пронзительной, такой яркой. Читатели успели узнать и полюбить маленькую бедовую девчонку, у которой была такая яркая и такая интересная жизнь. С раннего возраста Гуля стала сниматься в кино. А уже в возрасте 12 лет за роль Василенки в фильме «Дочь партизана» получила путёвку в пионерский лагерь «Артек». Казалось, что впереди яркая, полная событиями жизнь. Но началась война, и уже в мае 1942 года Гуля отправилась на фронт. И уже в ноябре этого года она погибла в боях под Сталинградом. А за этот бой последний она была награждена орденом Ленина. И из её городного листа мы можем узнать, что она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов и командиров, что она ворвалась в фашистский окоп и уничтожила 15 фашистов. В книге представлены воспоминания, отрывки из дневников её отца Владимира Даниловича Королёва, который описывает слова, шалости, словечки дочери, даёт возможность увидеть её рисунки. Представлено очень большое количество фотографий, на которых Гуля предстает самые разные – смешной, задумчивый, весёлый. В книге есть воспоминания мамы, папы, её друзей, с тех, с которыми она училась в школе и с тех, с которыми она подружилась на фронте. Представлено около ста писем самой Гули Королёвой, они представлены впервые. Думаю, что эта книга не только для детей, которые впервые узнают её, но и для взрослых, для тех, кто успел узнать и полюбить маленькую, озорную, вот такую весёлую и бесстрашную девчонку. В книге Гуля предстаёт живой. Давайте вспомним её.